Помните Diablo Immortal? Вот здесь раз эдак в пять хуже. На этом я заканчиваю своё видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также подпишитесь на канал. Заранее спасибо и до очень скорой встречи. Ладно-ладно, давайте отставим в сторону эти постные шутки. Вчера состоялся запуск нового MMORPG под названием Night Crows, которая вышла из-под пера небезызвестной компании ViewMate из Южной Кореи. Компания любопытная, ведь по её словам, она единственная во всём мире владеет тайными технологиями, которые позволяют им производить онлайн-игры на потоке, не тратя на этот жанр более одного года на производство. Что стоит за этими громкими заявлениями, вы, наверное, и так можете себе представить, но то, что будет рассказано дальше, наверняка вызовет у вас невероятную бурю эмоций. В какой-то степени это даже можно вам гарантировать. Гарантировать по системе гарантов, которая есть в этой игре. Так что давайте вспомним про спонсора и перейдём непосредственно к разбору. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает Камбэк ПВ. Камбэк ПВ это комплекс классических серверов Perfect World версии 1.3.6 и 1.4.6, которые больше всего любимы этим сообществом. 1.3.6 это гиперсоциальная версия, где игрокам предлагается достаточно долгая прокачка и множество активностей, где вам обязательно потребуется участие других пользователей. 1.4.6 гораздо более казуален и может понравиться одиночным игрокам. Тем не менее, какой бы вы сервер не выбрали, вас ожидает целая порция приятных Quality of Life улучшений, среди которых можно обнаружить возможность ремонта прямо в вашем инвентаре, а также доступ к банку и почте в нём же. Дополнительно разработчики проекта добавили подсветку всех существ и предметов, необходимых для сбора по заданиям, а также ввели стороннюю добычу, которая была удалена в поздних версиях клиента. Главной же новостью наступившего 2024 года является то, что на камбэк совсем скоро случится камбэк версии 1.3.6 на новом сезонном сервере X, запуск 26 января. Мир в отличие от своего предшественника будет доступен всего полгода, а после этого персонажи объединятся 1.3.6 Main. Заинтересовались? Тогда смело переходите по моей личной ссылке в описании и регистрируйтесь. За неё и вам, и мне начислят множество приятных бонусов. Удачи! Официально запуск Night Cross состоялся ещё в апреле 2023 года, когда игра вышла на рынок в Южной Корее. Отличительной чертой проекта стал довольно большой мир и упор на массовые баталии, которые предполагают сотни участников с каждой стороны. За разработку отвечала компания WeMate. Вернее, немного не так. На поздних этапах производства игра была выкуплена у другой компании, чьё название даже не удосужились опубликовать, и после этого игра была доработана по усмотрению нового владельца, а затем уже выброшена на рынок. В своём регионе разработчики решили ограничиться базовой монетизацией и фри-ту-плей системой распространения, но для глобального рынка был подготовлен особый перформанс, который заключался во введении в проект NFT-технологий. Если вдруг вы немного отстали от веяний в жанре, то последние годы Эдакт 3 было довольно модно создавать MMORPG, которые позировались на механике блокчейна и всего с ним связанного. К примеру, NFT делала всех существующих персонажей и предметы уникальными, а также приспособленными к продаже. Игровая же валюта превращалась в криптовалюту, поэтому её можно было продавать за реальные средства. Знаете ли, получался такой своеобразный майнинг, где вместо фермы из армии видеокарт вы используете себя любимого во время добычи руды, убийства существ и всего остального. В последнее время данная концепция пошла на спад, но вьюмейт плотно застряли в этой сфере, а поэтому Найт Кроус все же вышел с этими нововведениями. Как же прошел запуск? Все зависит от того, как мы смотрим на данную ситуацию. Если мы говорим про онлайн, то с этим у игры полный порядок. Категория на твич, связанная с криптовалютами, а игра если что не получила отдельной категории, смогла собрать почти 20 тысяч зрителей в момент старта. Сервера игры довольно быстро получили очереди, причем на некоторых новичков скопилось так много, что они разогнались до отметки в 20 тысяч человек. Это довольно внушительные цифры. Всего через час после старта разработчики из вьюмейт неожиданно для всех начали закрывать действующие миры, но не для игры, а для создания персонажей. Причем начало все это происходить настолько неумело и бестактно, что игроки узнавали об этом только от других пользователей, которые не стояли в очередях, или отстаивая очереди. Проще говоря, команда закрывала вход, но чтобы это узнать, вы должны начать загружаться на сервер, когда собственно и получите сообщение о том, что вход временно заблокирован из-за слишком большой популяции. Однако, поверьте, это еще цветочки. Гораздо увлекательнее то, что значительная часть пользователей даже не смогла попасть в мир Найт Кроуз. Ведь для входа, как и в другие NFT проекты от игроков, требуется провести авторизацию в специальном сервисе аутентификации, который защитит вас от возможных краж. В момент старта сервера такой сервис был всего один, и носил он название Аунти. Вот только он под наплывом пользователей, или просто в меру своей плохой работоспособности, о чем гласят отзывы на популярных маркетах, не выдержал происходящего, и отказался присылать смс-оповещения на мобильные телефоны игроков. Вы бы могли списать все на то, что это проблема с санкционными регионами, вот только западные игроки оказались в точно такой же ловушке. К нашему счастью, всего три часа спустя, команда ViewMates сподобилась добавить альтернативный вариант с аутентификатором Google. Почему нельзя было сразу использовать именно его, а вместо этого прибегать к сервису средней паршивости, отзывы на которые стремятся к нулю, вопрос, конечно же, открытый. Впрочем, все это абсолютно не важно, ведь даже тех, кто прорвался, впереди ожидал невероятный сюрприз. Дело в том, что Найт Кроуз это MMORPG с NFT, но разработчики из ViewMate за несколько недель до релиза сообщили, что они достигли внушительных успехов в работе с этой технологией, а поэтому в игре будет совершен настоящий прорыв для жанра и будет интегрирована многоцелевая экономика токенов. Короче, давайте по-простому. Существует такая штука, как биткоин, но она же не единственная, правильно? Правильно. Есть и другие криптовалюты, которыми пользуется и увлекается человечество на сегодняшний день. Так вот, в Найт Кроуз, в отличие от всех существующих MMORPG с этой технологией, будет не один основной токен, вокруг которого будет вращаться экономика, а целых семь. Да, вам не послышалось. По словам команды, это должно предоставить больше возможностей для игроков, а также существенно увеличить интерес к игровому процессу. И здесь и сейчас мы не знаем, как именно будут добываться эти токены, но зато знаем, что шесть из них будут зарабатываться исключительно игровым путем. Ряднее всего это будут какие-то ежедневные задания, повторяющиеся активности или что-то иное. Со старта же доступна всего одна валюта, которая может быть реализована и добыта игроком. Формула здесь следующая. Когда вы берете свой кошелек и достаете из него пачку шекелей, кидая их в монитор, они не превращаются в какую-то сферическую вакууме валюту, которую можно потратить во внутрь игровом магазине. Нет, вначале они превращаются в токен Crow, который вы впоследствии можете продать другим игрокам за кристаллы для этого самого магазина. Эти же самые кристаллы в дальнейшем можно потратить. Если же вы играете в Night Crow и активно участвуете в экономике, то можете генерировать эти кристаллы путем продажи различных предметов на аукционе, а после их получения покупать за них криптовалюту Crow и продавать ее другим пользователям, которые решили инвестировать свои средства в игровой процесс данного MMORPG. Проще говоря, на бумаге все происходящее выглядит как в каком-нибудь Tron & Liberty, где присутствуют точно такие же механики экономики. Разница лишь в том, что существует прокладка, которая позволяет вам вводить и выводить валюту из экономики. А это в свою очередь открывает возможность для микротранзакций не только из вашего кошелька, но и в него обратно. Номинально звучит даже интересно, и согласитесь, что если бы система работала без различных «но», которые сейчас будут вам описаны, то в это даже можно было бы поиграть для общего развития. Однако здесь, как и было сказано ранее, мы находим место для тех самых «но». Первое и самое главное заключается в том, что подобная игра не может существовать без автоматизации, ведь разработчику очень важно, чтобы игроки генерировали как можно больше транзакций в обоих направлениях, а значит им нужно ускорить этот процесс. Да, если вы еще не поняли, Vimate забирает себе небольшую комиссию с любого перевода, будь то в игру или из нее. Найт Кроллс с неба звезд не хватает, а поэтому здесь присутствует вполне стандартная автоматизация. Сразу стоит отметить, что такого трэша, как в некоторых других проектах этой компании, здесь не наблюдается. Существуют игры, где вы создаете персонажа, заходите за него в сеть, и даже если вы удалите проект со своего устройства, герой навсегда останется в сети, будет бегать по заданиям, качаться, гриндить и ходить на различные базовые активности в автоматическом режиме, чтобы и создавать видимость живого мира. Тут такого ужаса нет, и команда ограничилась вполне себе базовым набором. Вам предлагают воспользоваться автоматической ротацией, которая позволяет вашему герою самостоятельно убивать существ, и собственно автоматической охотой, которая позволяет вам передвигаться от одного противника к другому. В правильности ради надо заметить, что здесь есть возможность выполнять задания в автоматическом формате, но делать только тот квест, который актуален сейчас, после завершения следующей миссии, сама не пойдет. С другой стороны, это особо и не нужно, ведь основной опыт идет именно с методичного убийства противников, поэтому лучший вариант для заработка это автоматическая охота. Она, к счастью, доступна в полном АФК режиме, но выйти из сети не получится. Так что технически вы здесь как игрок не нужны, как минимум на стадии прокачки, и вскоре после нее, для того, чтобы добыть вменяемые предметы экипировки. А вот только это еще не все. Здесь начинается самое интересное. NFT игры могут принести в первые несколько дней просто головокружительный доход абсолютно любому пользователю. Для этого, по сути своей, вам нужно зарегистрировать пару сотен учетных записей и обзавестись железом, которое позволит вам их запустить. Это можно сделать на нескольких своих персональных компьютерах или на специально арендованном под это дело сервере. Все персонажи работают автоматически абсолютно бесплатно, и вам не нужно для этого вкладывать свои средства, а поэтому после запуска бесплатные официальные боты начнут генерировать доход. Здесь нюанс заключается в том, что спрос на внутреннюю валюту чудовищно ограничен по срокам. Очень редкие проекты V-Mate могут предложить хороший доход на дистанции свыше одного месяца. Чаще всего события развращиваются в пределах недели. Как вы думаете, к чему это приводит в итоге? Конечно же, к огромному наплыву якобы живых пользователей, которые на самом деле полностью управляются одним человеком и созданы для прибыли. Для галочки отметим, что таких игроков периодически отстреливают сами разработчики, ведь они очень сильно мешают играть остальным. Но в Night Crow сейчас таких проблем нет, а поэтому все споты забиты и уже встречаются точки, где одновременно пытаются фармить несколько десятков, а то и сотен персонажей с идентичными именами. Убить их не получится, толку от такого нет, но учитывая, что они не жрут в общениях их средств, тем, кто их запускает, в целом все равно. В результате упомянутые проблемы в первом пункте с очередями есть не что иное, как искусственно созданная проблема. С другой стороны, самое вкусное в этом материале осталось напоследок. Чисто теоретически, все перечисленное, это не такая уж и большая проблема. Давайте на чистоту. Наплыв торговцев в игровую валюту уже давно не удивляет на запуске крупных MMORPG. Да, здесь больше инструментов для этого, и первичный товар теоретически может быть больше, а поэтому подобная ситуация была ожидаемой. Понятное дело, что пройдет пара недель, и значительная часть пришедших растворится, а значит можно будет поиграть в удовольствие. Ведь можно же будет, да? Тут мне пришлось за помощью обратиться к своему коллеге Слемхавку, который любезно проконсультировал меня по содержимому внутриигрового магазина, и вот здесь все стало на свои места. На сегодняшний день считается, что самая жадная компания в индустрии это Activision Blizzard, которая интегрирует настолько темные паттерны в монетизацию, что даже знаменитые три в ряд на мобильных устройствах начинают нервно покуривать в сторонке. Хотя стоп, подождите, самая же знаменитая игра в этом жанре Candy Crush им и принадлежит. Ладно, тогда все в порядке. На самом деле, Activision уступает всего одной компании, и это, конечно же, WeMade. Не только потому, что корейский гигант стабильно покупает MMORPG у других компаний, а потом внедряет NFT и выпускает игры на мировой рынок, но и потому, что они очень хороши в вопросах пополнения внутриигрового магазина. В рамках Night Crow's наполнение действительно поражает воображение, ведь разработчики добавили туда не только премиальную подписку и множество косметических предметов, а также постоянно появляющихся у вас на экране предложений, но и добавили массу гачи, которые можно крутить. К примеру, вы можете покрутить колесо на оружие, колесо на шмотки, колесо на бафы и даже колесо на глайдеры, а еще есть колесо на транспорт, на питомцев и еще с десяток колес, которые пока что не ввели, но обязательно ведут в ближайшем будущем. Все это дело придется крутить постоянно, ведь все перечисленное имеет свои характеристики, которые прибавляются к показателям вашего персонажа, а еще из них собираются коллекции, которые тоже добавляют характеристик. На сегодняшний день сразу на нескольких прямых трансляциях, включая эфир с ламхавка, было сказано, что ребята уже успели инвестировать свои шекели в это мероприятие, и со средним чеком в 200 тысяч российских рублей вышли в минус. Проще говоря, ничего полезного поймать из этих гачи не получилось. Кстати, что интересно, здесь все же есть система милосердия, вот только сделана она по-особенному. Вначале вам нужно купить специальную валюту во внутриигровом магазине с помощью кроу. Если вы получите кристаллы игровым путем, они не будут засчитаны в систему милосердия, ведь учитываются только те из них, которые были получены в качестве кэшбэка. Кэшбэком здесь считается бонус при покупке. Проще говоря, когда вы берете 10 тысяч валюты за 100 долларов, вы получаете за это одну тысячу дополнительно. Вот она, собственно говоря, и идет в этот самый пункт. После этого вам необходимо купить два специальных набора, а потом еще два специальных набора, и после этого вы получите гарант. Вроде бы все не так плохо, а вот только необходимое для приобретения 4 набора в сумме стоит 300 долларов. А получите вы за это эпическую лошадь. Да, даже не легендарную. А чтобы вам было точно удобно, V-Mate позаботилась о том, чтобы вы не запутались в игре, и добавили нашу локализацию. Дополнительно же к ней был прикручен специальный, чрезвычайно удобный способ пополнения. Тут фу, крутки все. Лицо. Крутка, чтоб ты понимал. Тут ты что-то пернул, тебе предлагают, вон, 2 доллара, доллар. Знаешь, как тут, знаешь, как они сделали оплату в СНГ Чипикс? Вот так вот. QR-код у тебя на экране высвечивается, ты вот так фотографируешь телефон QR-код, и у тебя бабки с карты снимают. В два клика, со всеми санкциями, со всех... И гниль. Представь, представь. Я такой, чего? Блин. Ну то есть я такой, блин, молодцы, ребят. Как вы можете заметить, Найт Кроуз это действительно главная новинка этого месяца. Ведь такого феерического MMORPG мы не видели достаточно давно. Самое интересное заключается в том, что на родном рынке в Южной Корее, игра получила вполне неплохие отзывы. Да, она значительно уступает более качественной ворс оф прасе, но свою аудиторию проект собрал, и пользователи в него вполне охотно играют. Версия же доступная нам, получила 7 вариантов криптовалюты, которую можно зарабатывать, а также обзавелась специальным магазином, рассчитанным на нашего игрока, который включает в себя приблизительно в 15 раз больше товаров, чем предлагается пользователям в родном регионе спустя год. А у нас это уже доступно на старте. В таких условиях вы, уважаемые зрители, можете задаться крамольным вопросом, а стоит ли в нее вообще играть? Знаете, не будем изменять традиции, и обратим внимание на то, что ответ на этот вопрос будет априори субъективным. Ведь он будет опираться на ваше мировоззрение и личное впечатление после просмотра этого материала. А все субъективное на этом канале мы, по традиции, оставляем на откуп комментариям. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а лично вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность, и до очень скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!